В Новочебоксарске состоялся финал межрегионального конкурса школьных газет «Школа пресса». Издательский дом «Грани» проводит его уже 14 лет. О чем пишут юные журналисты и кто делает это лучше всех в репортаже Марии Шоклевой. Написать статью в газету «Лига» могут не только ученики 18-го лицея города Новочебоксарск, но и их учителя и даже родители. Например, недавно был эксперимент такой. Мы проводили статистику, сколько людей в нашей школе ходят в наушниках. Победить в номинации «Лучшая школьная газета» – это очень почетно. Но юнкоры понимают, им еще есть над чем работать. Можно добавить разнообразие разных комиксов. На разных мастер-классах я много для себя подчеркнула и поняла, что главное, что человек видит и осознает, он это делает глазами. Поэтому главное – это стиль и вид нашей газеты. Мастер-классы на конкурсе «Школа пресс» традиционно проводят известные эксперты медиаотрасли Чувашии. На площадке национального телевидения Чувашии ребята развивали креативное мышление. И тут в кабинет вошли почетные гости. Сейчас на мастер-классе говорили о развитии креативного и необычного мышления и отгадывали, что художник зарисовал. Говорили, что это кнопка, мишень, а вы что видите? Мишень, пожалуйста. Вид сверху науточку. Видите, как много вариантов и как много у нас разных мнений, потому что у всех мозг работает по-разному. Это шляп и цвет. Да, здорово. А вообще, на самом деле, когда художник создавал эту картинку, это он нарисовал как снеговика. Да. Задать вопрос министру и руководителям Новочебоксарска – уникальная возможность, которую юные журналисты тут же воспользовались. А о чем была ваша первая статья? Это были стихи. Сейчас школьники пишут об экологии, здоровом образе жизни, экзаменах. Например, покупать ли ответы на ЕГЭ. Статья об этом есть в газете «Пять вопросов». Ее каждый месяц вывешивают на информационных стендах во всех чебоксарских школах. Что может заинтересовать зрителя, как не вопросы? Мы как раз-таки в своей газете отвечаем на «Пять вопросов», и наша газета называется «Пять вопросов». Вот, пожалуйста. И вопросы сразу привлекают твое внимание. Ты думаешь, почему такое странное название? Ученики медиа-центра «Куча Мала» заняли второе место в номинации «Профессионалы». Ее придумали в этом году специально для ребят, которые занимаются журналистикой в профессиональных студиях. О других победителях конкурса мы тоже расскажем в эфире, ведь в качестве приза они получили возможность стать героями сюжетов на национальном телевидении «Чувашие». Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика.